всех приветствую с вами александр продолжая играть в аддон stalker золотой шар или приключения жикана в предыдущей части я перебрался через железку и нашел вертолет на который нам указывал изгой он рассказывал то что вертолет военных перелетал через насыпь железнодорожную и упал но не это интересно здесь вот дурак этот шлема говорил я ему не лезь в куриную слепоту прикует тебя и будешь гнить заживо так и вышло теперь вот придется сидеть и караулить может аномалия отпустит бедолагу такое иногда бывает все-таки только он он знает как отключается электрическая дуга между тремя камнями а там есть чем поживиться как никак военная вертушка туда грохнулась со всеми потрохами так нужно вытаскивать этого stalker а так что здесь происходит куриная слепота говорит вижу я какой-то артефакт подобрал куриный бог спасибо боже я наконец-то свободен спасибо тебе чувак ты меня спас ты кто такой я шлема отмычка в моем месте из крысюком сюда пришли кстати он где-то здесь тоже должен быть не встречал не думаю что он выжил давно ты здесь сидишь пару дней больше не продержался бы еще раз спасибо погоди-ка а как вы напарником и железку через железку перебрались крысюк взял с собой отмычку и мы ну ты понял а ты получался был отмычкой для обратного пути какую отмычку да но что но у меня был свой план который не совпадал с намерением крысика чем дальше влезть тем больше дров ты зачем в аномалию влез увидел ценный артефакт погоди я должен был тебя благодарить но у меня с собой ничего нет стоп вспомнил поблизости есть чем поживиться недавно отсюда меж трех камней упал вертолет с десантом сюда вернее не упал а совершил аварийную посадку там есть снаряга и прочие приколюхи остались целы а вот хозяева не выжили мы с крысиком давно хотели там все прошерстить но не успели там вроде опасная аномалия да конечно но с 5 30 до 5 33 утра на действие только не спрашиваю откуда я знаю заметил чисто случайно в общем будь осторожен до встречи так а если попробовать в эту аномалию сейчас влезть вернее него аномалию сундучок который здесь в любом случае я не буду дожидаться ночи так кошки 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 аномалия в любом случае я не буду дожидаться ночи отправлюсь на встречу с разведчиком думаю там и продолжим как только сбегу из аномалии я к разведчику отстрелял живность небольшую ну как небольшую кабаны плоти кстати приходится очень часто перезагружаться у меня модификации этот аддон вылетает очень часто поэтому я не бегаю на записи а приходится вот так перелетать от сохранения к сохранению так давай пообщаемся ну чё смотришь аптечка есть но держи так я теперь смогу идти как тебя зовут жикан а ты наверно сталкер да я сталкер ты хоть знаешь что это слово означает салага во первых я не салага умею добывать артефакты и выживать в зоне во вторых мне рассказали что сталкеры люди смелые и благородные бирюльки он собирать умеет хе-хе смело и благородно говоришь хрен ты что знаешь тогда настоящий сталкер это тот кто умеет убрать лучший кусок и быстро смыться еще настоящий тот кто не полезет в самую жопу а тихонько пройдется мимо и оставить целый свою шкуру забудь что тебе там план рассказали благородством кому это сейчас нужно у сталкера нету друзей так чтобы из беды его выручить некого сталкера нету бога так что никогда не молится перед тем как очередной раз выползти из своего логова интересная отряда я так понял что здесь давно я здесь 12 день 12 ага я просто перестал не считать после того как недавно во второй раз родился такое здесь иногда бывает если повезет ладно слушай я только что перебрался через железку мне надо знать здесь убежище в котором можно переночевать спрятаться от выброса также неплохо если бы кто-то подсказал где можно набрать воды а как ты через железку перебрался а как ты я первый спросил да ладно тебе все отлично знают что для этого надо сделать не будем к этому возвращаться так как насчет убежища кто знает никто не знает я вот не знал следуй за мной до встречи ну пошли в убежище убежище оказалось неподалеку так что опять привет да не слишком надежно убежище ты выбрал я не выбирал потому что выбирать не ищего было кругом одни развалины если хочешь пить углу канистры можешь наполнить фляйбу кстати на чердаке есть место где можно взрывнуть долго задерживаться здесь не советую спасибо за радужный прием у меня тут назрел вопрос который касается и тебя задавай как ты собираешься пробраться обратно обратно за железку ведь не всю жизнь здесь сидеть затолкаю тебя в аномалию под мостом и пройду ха-ха очень смешно на самом деле пав сюда я нашел способ как можно попасть обратно никем и ничем не жертву железка это как дверь на пружине открывается только в одну сторону чтобы попасть в одну сторону надо подождать на обратный путь куда легче в таком случае почему же торчишь здесь ты салага меня за руку дурака не считай раз торчу значит тому есть причина дай-ка угадаю тебя на свалку надо или дальше в зону угадай с тобой играть не собираюсь это раз во вторых запомни я сталкер это значит что моя цель моей жизни здесь хабар и чем дальше зону тем его больше ты пробрался за железку но здесь нечем поживиться ближайшая аномальная зона на свалке а а раз уж пожертвовал чей-то жизни то надо использовать возможность вот рвешься ты на свалку надежде что найдешь там очередную зону и сможешь сам ее доить сколько тебе влезет угадал слушай сюда зелень пузатая ты еще раз посмеешь обвинить меня в том что я чужую шкуру поставил чтобы свою спустись то клянусь я тебе что замок продолжай ты же настоящий сталкер погоди не шуми что произошло братцы выручайте подыхаю что фигня кто что кто это что это происходит здесь разве нити швояка вижу на кого хрен он здесь делает лежит подыхает хватит задавать дурацкий вопрос лучше к принеси мне мой артефакт попробую его подлечить мне кажется обширный ожог где его взять за фирмой где мы с тобой встретились есть и ржавый камаз там в кузове я приныкал хрусталь только быстрее давай вояка может любой момент загнуться я мигом хорошо появляется новое задание проверка на вшивость скорее всего хотя зовут я не посмотрел андрей хочет чтобы мы принесли артефакт и хочет что выяснить не убежим ли мы с ним ладно придется идти в камаз сильно в камазе оказался артефакт не было ничего интересного были только вылиты у меня поэтому я вернулся так быстро вот артефакт задание выполнено однако я смотрю что нашему умирающему уже значительно легче лучше да он не умирающий у него просто шок несколько ушибов пока ты за артом бегал я ему 100 граммов дал выпить вот он встал на ноги тогда зачем было посылать меня за артефактом это была проверка на вшивость паре теперь я знаю что ты не ворюга и не бросишь умирающего больше мне тебя и не нужно салага я тебя называть не буду больше вообще-то я спас тебя от кабанов действительно не обижайся но я должен был это сделать чтобы узнать могу ли я иметь с тобой дело что будем дальше делать солдатам допросим же конечно предоставляю это дело тебе кстати это не солдат а офицер я поговорю с ним черт как башка трещит ты откуда взялся с блокпоста нет я второй пилот ми-24 мы здесь неподалеку грохнулись как-то выжил хэн его знает может потому что свалился свалились мы с небольшой высоты когда заходили на посадку тут недалеко есть поляна мы хотели на нее сесть но как пролетали над тремя здоровыми валунами что-то вокруг за искрил затрещало и у вертолета заглох двигатель потом машина сразу завалилась на бак и упала сколько человек было на борту кроме меня еще трое командиры 2 десантников они погибли странно что они мертвы а лишь на тебе лишь пара царапин я не рассказал самого странное дело в том что после падения никто не погиб но как только мы стали выбираться наружу нас напала к это хрень словами описать сложно как будто здоровая шаровая молния она по очереди коснулась моих сослуживцев они сразу упали замертво кто-то пытался стрелять на толку не было я не стал ждать свою очередь бросился бежать забились вкус еще в какие-то кусты сидел там почти сутки потом меня бешеные собаки на дерево загнали еще пол дня там просидел затем слышу голоса тогда я к вам пришел вертолет будет искать да на вторую вертушку вышли не скоро это же зона все боятся рисковать что-то намерен делать конечно пробиваться к своим если вы дадите мне немного патронов еды думаю что дотяну до блокпоста может это диму только пройти через железную дорогу не получится там образовалась серьезная аномалия вот эта новость до встречи так что дальше как видишь наш майор оказался в таком же положении как и мы вижу как ему проникнуть обратно через железку для этого нужно иметь защиту кое-какого артефакта у меня такого нет но она есть у моего друга сталкера василия который обитает на свалке думаю что он нам даст его если хорошо попросить значит нам надо с тобой идти на свалку поселит уверен что он еще жив уверен кстати нашему вояке придется присоединиться к нам вместе путешествовать лучше тем более по зоне кроме того я слышал на свалке просто пипец пиздец как опасно еще опаснее чем здесь стоп забудьте сказать есть одна проблема какая дело в том что по пути к свалке засели какие-то хмыри требуется всех ищут туда бабло прикинь здесь зоне ракет жив еще как жив так что если нас будет больше что смело сможем послать этих козлов куда подальше согласен сколько там этих жадных да бабло личностей говорят что двое если что надаем подзатыльников и все испоку успокоиться отлично поговорю еще раз с майором до встречи придется пойти с нами на севере зачем там есть человек который поможет тебе вернуться к своим но там же опасно в принципе у тебя есть выбор пойти с нами или остаться здесь самому с андреем уходим на свалку черт его знает когда пришлют экипаж литвинцева у него вечно проблема с маслом в редукторе было не было не было пошли может прорвемся следу за мной андрей собрались время выступать до выдвигаемся к переходу на свалку там я и продолжу двигались мы к переходу я нашел такой замечательный артефакт вернее кость старая пожелтевшая кость то ли звериная то ли человеческая непонятно имеет слабое выраженные аномальные свойства здоровье плюс один уже хорошо может это как-то относится к нашему черепу который я оставил в деревне новичков чего ты встал подожди моё чуть-чуть подсказывает что здесь что-то не так подозрительно тихо вокруг давай-ка подберемся осторожно не поднимая шума у шлагбауна стоит камаз спрячемся за него за ним хорошо давайте выдвигаемся лишь бы не было вылетов нужно мне выбраться с кордона на свалку возможно когда я перезайду все придет в норму интересно кость вообще поднимать здоровье отхиливает меня неизвестно так сталкер застрял текстур в текстуре теперь что делаем не спеши мне кажется что здесь чем-то воняет знакомый запах жкан обследуя кузов этого камаза мне кажется что там что-то сдохло хорошо да здесь труп сталкеров что-то здесь произошло так а почему диалог не появляется не всех я обследовал скорее всего интересно четыре мертвых парня одного из них зовут илья еще один хаван знаешь кто такие так и думал эта группа из четырех четверых новичков я видел их неделю тому назад пообщались они рассказали что собираются на свалку потом на связь уже не выходили ясно почему это ракетиры их прихлопнулись суки жк нам надо быть очень осторожным окей пошли на тп действуем осторожно на кп засели очень опасно люди не садится устрелять первым комбинезонов у меня куча можно будет скоро выкинуть свой костюм задание обновилась милый вынеси мусор так ты кто абдуль привать привет я жк нам нужно на свалку открой дверь не спеши чувак сдохну всегда успею сначала я тебе расскажу ты расскажи кто ты такой чем живешь чего суда приперся впереди нас целая вечность так но это не интересно он говорит если ты мы рыпаемся рыпнем сято абдуль нам башку открутит его панипуля не нож не действует испробовали не раз как такое может быть не веришь проверь это будет стоить тебе жизни ерунда какая-то и что за абдуль вообще шустрила сказал что он вроде со свалки нет он не со свалки на свалке никто не выживает вообще даже такой крепыш как абдуль он пришел с севера зоны если на свалке так опасно что никто там не живут не выживает то как можно вообще ближе к центру зоны пройти воины со спутников разы изделия что вроде там были люди десантным туда не отправить поэтому потому что аномалии вертолет в раз порву так что проверь пока это не вас поверь проверить это пока невозможно хотя раз есть абдуль значит вояки все-таки правы ладно все это не так важно данный момент что надо чтобы матка ты открыл дверь заплатить 200 тысяч рублей дверь откроет сама по себе ничего себе да здесь даже разведчики столько артефактов не находят чтобы на такую сумму заработать вот видишь как получается разведчики лезут в жопу мира дохнут там как мухи не могут заработать несчастные 200 штук а мы шустрила и за месяц на этой точке уже почти полмиллиона заработали ах эх тырсан найдется на тебе аркетировал право придут варяки и выгонять тебя пинком под зад базар фильтруй менеджер двояк сюда не пускает железная дорога зато новички прут регулярно вот и ты приперся будешь платить или нет ладно дай мне время до встречи сколько у тебя денег нисколько я еще не был скидан а что эти проходимцы хотят за проход 200 тысяч рублей что 200 кусков они что вообще офигели это полный беспредел просто пошлем их и пойдем дальше треса угрожает нам неким абдуллом абдулем говорит что его ничего не берет вот этим древчом он нам угрожает да пошел он я таки по всему ростову на день выдавая гонял свое время ну-ка посторонись жкан сейчас я разберусь с этими гопниками если что мы тебя прикроем противники виду бой так что здесь происходит до встречи что это было почему андрей с военному пали я же говорил не злите меня теперь вы поплатились фраера саны тебе еще повезло что я сегодня добрый какого хрена скажи своему абдулю чтобы отпустил моих товарищей досрала на твоих товарищей валика лучше сам пока цел даю тебе минуту есть если по истечению тобой будет здесь вонять один щечок пальцем и абдуль докончить начатое сосал друзей твоих мы обдерем разденем и выкинем на мороз нам не впервые время пошло вот уроды хорошо они придумали здесь конечно так братья где я ты меня слышишь понимаешь что я говорю или нет уходил я убью тебя ты ничего здесь не сделаешь ключи ключ у них все умрут подожди ты сказал ключ как насчет этого показать флешку незнакомца смельница да у нас же есть флешка о дай дай почему ты слушаешь урсу он забрал мою ключ телепортации теперь я прикован к этому месту не могу вернуться на базу энергия моего передатчика слабее скоро я же не смогу убивать противников защитные противников защитными волнами тогда меня просто добьют торса с приятелями уничтожили моими руками 10 интересные подробности времени мало предлагаю так ты бьешь торсу с приятелями своей волной но не назвать а я тебе возвращаю ключ который мы подобрали на мельнице идет выбора нет поосторожно сменим друзьями целевыбираю я дайди окей противники виду бой да готова как ты хреново все болит что с рэкетирами обдулев грохнул я договорился с ним слушай ну ты молодец со мной в таком состоянии что хочешь можно было делать дай-ка раскидываемся с этими подлыми поскорее пока они не очнулись обдуля лучше не трогать а этих двоих да я руки об них марать не собираюсь говорит андрей это сделает зона надо прогнать их черт отсюда чтобы они больше не вздумали никого грабить и забрать у них ключ от двери на свалку согласен вот благодарность этот артефакт который ты гонял к моему схрону да спасибо артефакт свой подарил который предназначался военному так а ты что пока ничего попадись нам только ух я тебя остался вопрос что делать с абдулем пусть катится кстати это что захренована у него такая который по мозгам шарах это он сказал мне что убивал людей по приказу трассы который отобрал у него некий ключ телепортации дело пахнет какой-то военной разработки только как это попало сюда скажи этому абдулю что может вступать на все четыре кстати как ты с ним договорился отдал свой ключ телепортации который шел нашел за железкой где-то его нашел освободил одного новичка по кличке волки западни заодно проследил вместе с ним за троица каких-то подозрительных типов которые гуляли по кордону эти типы обронили флешку я показал его скидана он сказал что это не флешка ключ интересно теперь же абдул узнал об этой самой флешке у абдула узнал о этой флешке что это некий ключ телепортации если подумать логично то такие ключи скорее всего есть у каждого из этих незнакомцев преследующих меня возможно с помощью их они смогут внезапно как-то проваливаться сквозь землю исчезая без следа возможно некий вид маскировки чувствую неприятности хотя есть флешку ты уже отдал абдулю то возможно эти хмари от тебя отстанут может нет потому что теперь ты свидетель их похождения будем надеяться что останут отстанут пойду поговорю с абдулем почему бы не допросить его как следует и не выяснить секрет этих незнакомцев хотя бы потому что он может нам снова вынести мозги да действительно получим предмет ключ теперь он сможет на на дверь открыть да совершенно верно так а что с тобой у нас ты в норме до грохнула сильно у меня кого-то в голове петарда взорвалась идти сможешь смогу руки-ноги целы это главное надеюсь ты тоже не пострадал как видишь нет ракетирую бежали проход на свалку свободен я вообще-то вспомнил кое-что наши недавно делали фотографии местности с воздуха и свалку тоже немного зацепили там на снимках было много каких-то аномальных искажений что это за фигня не знаю но выглядело как будто половина свалки была в дому хотя гореть там особо и нечем почему нечем там полной техники ядовитые газы задаем вопрос не знаю же канзона такая штука от которой ждешь больших неприятностей получаешь огромные прорубьемся да действительно и осталось пообщаться с обдулем ты кто такой зачем твои товарищи меня преследуют для тебя это не важно потому что ты всего лишь винти в системе как и я тебя из-за труд жерновой истории которые сделают за нас можешь поймать назад можешь продолжить идти вперед разницы не будет туманно излагаешь единственное что я могу сказать мы с тобой еще встретимся конечно если ты решите далее раз уж помог мне позволь тебе дать совет слушаю если попадешь клетку используя метод последовательности чтобы выбраться в клетку какую клетку теперь мне пора да нужно будет это запомнить метод последовательности он сказал я думаю продолжать уже на свалке но это будет следующей части а с вами был александр всем пока пока